Официальная цифра. Больше 180 тысяч жителей Донского края стали жертвами фашистской оккупации за годы войны. Огромное количество людей. А всего во время Великой Отечественной ростовская земля потеряла около 760 тысяч человек. Признать факт геноцида – дело чести. Тем более, что все исторические документы сохранились в архивах. Зверства фашистов подтверждают и результаты раскопок и доказательства массовых расстрелов. «Признание геноцида – это отнюдь не торговля вот этими вот бедами собственного народа. Значит, это с одной стороны показать всему миру, подтвердить наши великие жертвы во время Великой Отечественной войны. Вот это все мы должны помнить, потому что, ну и соответственно, знать, кому мы должны быть благодарны – нашим дедам, прадедам». Признание геноцида советского народа поможет не только сохранить историческую память, но и пресечь попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны. Ведь оккупационная политика на территории СССР была заранее спланирована системой уничтожения. А именно так и трактуется понятие «геноцид». Внутренняя причина – это один из немногих фактов, который сплачивает наше общество. И не только наше, а общество всех бывших республик Советского Союза. За редким исключением, как то Прибалтика и Украина. Сейчас порой информация о нацистах романтизирует и выставляет их поступки в героическом свете. Важно, чтобы молодежь могла трезво оценивать подобный контент. Официальное признание факта геноцида помогло бы этому поспособствовать. Как и новые формы донесения информации. Видео, подкасты, игры, тематические квизы. Они достаточно чувствительны, поэтому любой материал, связанный с трагедией, скорбью, болью, они воспринимают очень близко к сердцу. И это дает возможность им задумываться и искать. Искать ответы на вопросы. А они именно то поколение, которое хочет найти правду. Круглый стол организовал Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете. Его специалисты уже проводят масштабную работу по противодействию фальсификации советской и российской истории. Елена Ребжанова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.